Девушки отдыхают Дорогие педагоги, с великим праздником! День учителя! Новая трактовка трех сестер. Равнодушных нет, но мнения разделились. Человек, который не читал Чехова, он будет в глубоком заблуждении. Ну, черт его знает, как на это отреагирует публика. Добрый вечер! Снова с вами информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева и вновь ДТП в краевой столице. Опасный трюк с переворотом своего автомобиля показала жительница Барнаула. Накануне вечером в краевой столице произошла авария на пересечении оживленных улиц Павловского тракта и Малахова. Женщина, управляя «Тойота» дуэтом, решила перестроиться в соседний ряд. Но в безопасности своего маневра не убедилась. В итоге сначала она столкнулась с «Камазом», после наехала на бордюр, оттолкнувшись от которого полетела вниз. Маленький автомобиль несколько раз перевернулся, пробороздив земляную насыпь. К счастью, его водитель осталась жива. Она получила лишь незначительные травмы. Она двигалась в автомобиле одна, больше никто не пострадал. И как бы она получила не сильные травмы только из-за того, что она была пристегнута ремнем безопасности. То есть ремень, можно сказать, что спас ее в этой ситуации. Как выяснили сотрудники ГИБДД, практически цирковой номер женщина исполнила в нетрезвом состоянии. Ей как минимум грозит лишение прав. А мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции. Если вам удалось снять любопытное видео, и это не обязательно авария или пожар, звоните нам по телефону 693-403. На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента, чтобы решить ваши проблемы. Мы ждем ваших звонков. Напоминаю, мобильный телефон нашей редакции 693-403. Как алтайские врачи защищают себя от простуды? И почему сегодня практически во всех школах Барнаула уроки были сокращены? На очереди традиционный обзор новостей социальной сферы. Не по дням, а по часам. Именно так растет армия больных. Причем каждую неделю на Алтае она увеличивается на 16 тысяч. Но врачи по-прежнему настаивают. Карантин вводить рано. А вот для прививки время самое подходящее. Уже привито свыше 150 тысяч. Правда, в основном детей и медицинских работников. Основную массу, а это еще порядка полумиллиона жителей Алтая, начнут вакцинировать после 10 октября, когда из Москвы придет вторая партия лекарств. Напомним, прививку будут делать бесплатно. Но не спешите радоваться. Таким образом ее получат только дети. Школьного и дошкольного возраста. Врачи, работники социальной сферы. А также люди старше 60 лет. Из тех мероприятий, которые использую я, в виде закаливания, любых других процедур, я считаю, что прививка самая эффективная. Не болеете? Ну, во всяком случае, в течение уже последних 10 лет я не болею гриппом. Научным прорывом не меньше считают в классическом университете свое вступление в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Поясняю, ШОС – это союз пяти государств. Китай, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и России. Так вот, руководители ведущих стран-партнеров решили объединиться, чтобы вместе готовить специалистов по международным требованиям. На Алтае право выдавать дипломы международного образца имеет только классический. Уже со следующего года здесь начнется набор магистров. На столь лакомые места. Лакомые, потому что после окончания такой программы специалист без проблем сможет устроиться в любые учреждения названных стран. Интересное предложение. Особенно если учесть, что обучение бесплатное. На функционирование университета ШОС уделяются особые средства странными участницами. Это особый бюджет. Поэтому это, как правило, для участников этих программ это бесплатное обучение. Понятно, что на конкурсной основе оно будет проводиться. Завершаем сегодняшний соцобзор новостью поздравлением. Сегодня в Барнауле, как и по всей стране, отмечается День Учителя. Этому празднику почти полвека. Сначала педагогов поздравляли в первое воскресенье октября. И лишь последние 18 лет – 5 октября. В Барнауле сегодня только школьных учителей больше трех с половиной тысяч. Каждого из них сегодня ученики поздравляли отдельно. Что скрывать? Благодаря профессиональному празднику уроки в школах сокращены. Да и рабочая суббота тоже благодаря этому дню стала вдруг выходной. В праздник учительства я желаю вам прежде всего здоровья. Пусть будут счастливы те, кто близок вам и дорог. Успехов вам, удачи вам, счастья, мира, любви и добра. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». О некоторых учителях мы помним всю свою жизнь. Тех, кто смог увидеть в своем ученике настоящую личность. Смог сделать свой предмет любимым, а сам стал настоящим другом для школьников. И сегодня барнаульцы с удовольствием присоединяются к многочисленным поздравлениям с профессиональным праздником Днем Учителя. Я бы поздравил всех учителей, всех педагогов наших любимых, которые, в общем-то, делают нас людьми. Дорогие педагоги, с великим праздником! День Учителя! Самого вам хорошего, счастья, здоровья, будьте прекрасными! Хотел бы поздравить учителей лицея «Сейма» с Днем Учителя, пожелать им всего самого наилучшего, здоровья, учеников хороших, чтобы лицей в следующем году набрал большее количество учащихся. Творческих успехов, здоровья, удачи, ну и всего самого хорошего! У нас сейчас в садике, мы в 199-й ходим, у нас воспитательница очень хорошая, Татьяна Петровна. И хотим, чтобы и учителя были такие же, добрые, заботливые. Конечно, я хочу поздравить всех учителей с их профессиональным праздником, и особенно я хочу поздравить свою бабушку, поскольку она у меня тоже учитель. И, конечно, пожелать им творческих успехов, всегда добиваться того, чего они хотят, и, конечно, учить нас всему только самому хорошему. А теперь к другим темам, не менее важным. Они не создают пробок, позволяют экономить на проезде, к тому же экологичные трамваи и троллейбусы. Ошибочно считают невостребованным видом транспорта. В сутки они перевозят 180 тысяч человек в год 65 миллионов. В основном это пенсионеры и студенты. Не зря транспорт считается социальным. Городские власти готовы и в будущем оказывать всестороннюю поддержку для развития гор электротранса. Об этом шла речь на встрече муниципальных властей с коллективом предприятия. Театр начинается с вешалки, а транспортное предприятие с диспетчерской. В трамвае на троллейбусном депо с некоторых пор это настоящая гордость. Благодаря поддержке из городского бюджета нынче удалось отремонтировать и оснастить помещение. В первую очередь показывают, как до неузнаваемости изменилась диспетчерская. Раньше зимой здесь было холодно, сейчас комфортно и для работы, и для отдыха. Сделали все, чтобы человек с настроением ехал на работу, чтобы у него было вдохновение. Потому что по сравнению с тем, что здесь было и что стало, это на самом деле для нас веха даже. Не просто, а веха целая в развитии нашего предприятия. Все эти меры, которые в течение последнего, особенно, года мы с вами делаем, они вот и позволяют сегодня с оптимизмом смотреть на будущее этого предприятия. Я думаю, что к концу года, как мы с вами определяли тем планом, графиком вывода из сложного финансового состояния, мы все-таки с вами выйдем и дальше пойдем по намеченной вот той уже схеме. Поэтому я думаю, что у предприятия есть будущее. Городские власти отмечают, субсидирование электротранспорта продолжится. Только в этом году на развитие данной системы было выделено 200 миллионов рублей. Это позволило в том числе и не повышать стоимость проезда. В трамваях и троллейбусах она составляет всего 11 рублей. К тому же на горы электротранс приходится треть пассажироперевозок Барнаула. Если представить, что в краевой столице не было этого вида транспорта, понадобилось бы дополнительно 7 тысяч автобусов для перевозки людей. При вашей поддержке реально из болота вытаскиваете. Поэтому как бы хотелось, просто у меня одно пожелание. Я вижу, что вы сказали, программа есть. Ну, мы надеемся на ваше живое участие в наших проблемах в дальнейшем. Просто. Потому что мы тоже работаем для города. Иногда становится очень обидно, когда тебе говорят, да вот в городе ничего не делается по тем же дорогам. Мы за два года заасфальтировали половину уличных, имею в виду дворовых территорий. Половину города. 3 502 дома мы сегодня уже заасфальтировали более 1700 дворовых территорий. На встрече также зашла речь о развитии города в целом. Коллектив заинтересовался народной программой и тем, как ее будут воплощать в жизнь. К слову, там содержится предложение и по развитию трамвально-троллейбусного парка в Барнауле. Например, модернизация подвижного состава, запуск транспорта на литиевых батареях, который позволит добираться в самые отдаленные уголки города или новые микрорайоны. Лариса Куренкова, Александр Морозов, информационный канал «Город». Будет учтено мнение каждого жителя краевой столицы. Сегодня глава администрации Барнаула обратился к депутатам от «Единой России» с просьбой учесть народную программу при формировании бюджета города. Напомним, главный финансовый документ будет утвержден 9 октября. Каждый житель краевой столицы мог принять участие в формировании бюджета города. Именно бурнаульцы определяли, какие проблемы будут решать первыми. Собрано несколько тысяч предложений в народную программу. Ряд их был решен уже в течение 2012 года. Но вот те вопросы, которые невозможно решить, они сформировались в определенную концепцию программы, которую мы назвали народной программой. Сейчас главное – заложить финансирование для реализации народных инициатив. Позавчера об этом шла речь на встрече Игоря Савинцева с представителями общественной палаты Барнаула. Общественные организации на этой встрече обратились к депутатам нашей городской думы с просьбой, чтобы были поддержаны все инициативы населения, чтобы все они вошли в городской бюджет в вопросах финансирования. Все депутаты Барнаульской городской думы, я думаю, что большинство из них активно общались с жителями нашего города, активно принимали участие в формировании какого-то мнения о нашем городе и вели активную работу по сбору пожеланий и по сбору наказов от жителей города Барнаула. Максимальное количество этих пожеланий и просьб будет включено в народную программу. Максимальный результат будет при объединении усилий городской думы и АКЗС. Единородцы пообещали поддержать народную программу и обязательно учесть при формировании бюджета Барнаула. При этом краевые депутаты, отвечающие за интересы города, обещают содействовать в привлечении средств краевого бюджета на реализацию народных инициатив. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». Скучать в эти выходные горожанам не придется. Будущих мам и молодых родителей научатся выражениям читать детские книги, а барнаульские пенсионеры смогут за символическую плату посещать театральные постановки. Алексей Янкин заглянул в будущее и узнал, что уикенд ближайший нам готовит. Сегодня начнем с, пожалуй, самого примечательного события грядущего уикенда. Владимир Путин, президент страны, 7 октября отметит свой юбилей. Главе государства исполняется 60 лет. Как сообщает агентство «Интерфакс», лидер страны пышных торжеств не планирует. Свой день рождения отпразднуют в тесном семейном кругу. Вернемся к местным событиям. Месяц октябрь для пенсионеров будет полон приятных сюрпризов. Месячник пожилого человека ведь идет. Театр музыкальной комедии приглашает барнаульцев, вышедших на заслуженный отдых, посетить репертуарные спектакли, кроме премьерных, всего за 50 рублей. Для получения льготного билета в кассе нужно лишь предъявить пенсионное удостоверение. Телефон для справок 38-03-92. Не только пенсионерам, но и другим категориям населения в октябре будет чем заняться. Для будущих мам и молодых родителей в Краевой детской библиотеке открывается клуб «Аистенок». Здесь помимо мастер-классов по рукоделию, теперь можно научиться выразительному чтению детских книжек. Группы уже набираются. В дальнейшем планируются уроки педагогики и актерского мастерства. За науку платить не придется. Семинар будет проходить абсолютно бесплатно. Осенний день год кормит. 6 октября, то есть уже в субботу, успевайте запастись овощами на продовольственных ярмарках города. Помимо овощей на торговых площадях можно будет прикупить яйцо, мясо птицы, растительное масло, колбасные изделия, муку и сахар и многое другое. Ярмарка пройдет с 10 утра до 2 часов дня. Информацию по местам размещения ярмарок получите по телефону 291-037. Алексей Янкин, информационный канал «Город». Осеннюю хандру можно победить творчеством. Это доказали в Краевой детской больнице. О том, как пациенты встречали октябрь. Репортаж Юлии Годар. Сегодня в отделении онкогематологии в гостях барнаурская художница Евгения Октябрь, которая поможет детям раскрасить больничные будни. Выбор не случайен, ведь работы Евгении отличают чистые цвета и яркие краски, обилие тепла и света, которые она может подарить маленьким пациентам. Женя согласилась не только украсить стены отделения живописью, но и поделиться секретами мастерства. Так у детей появилась возможность прикоснуться к таинству, наблюдать за работой художника и рождением картины. Посмотрите, что получится. Переверните, пожалуйста, вертикально. На сегодняшнем занятии дети познакомились с импрессионизмом и увидели, как работать мастихином. Прикосновение кисточки мастера – необходимое внимание, которое получил каждый ребенок. Кому еще помочь надо? А можно здесь мастерами живописи? Можно. Надо зеленые листья добавить. Берешь, зеленые макаешь и зеленые листики. Конечно, за одно занятие ребята не стали мастерами живописи, но получили заряд хорошего настроения от совместного творчества. Своими работами дети остались довольны. Светы. Светы. А тебе работа твоя понравилась? Ты, наверное, ее кому-нибудь подаришь? Кому ты подаришь ее, а? Себе оставишь? Огромное спасибо Евгении, что пришла. С ее стороны это большой плюс. Детки очень рады. Вообще, тем более, что показала, как рисуется картина в такое короткое время. Можно нарисовать. Мой ребенок очень счастлива, рада, что у нее получилось нарисовать вот такую вот картину. Такие замечательные маки. Мы сейчас приедем домой, я надеюсь, что мы ее повесим в рамочку. Ответный трогательный подарок Евгении преподнесли дети. И главное в нем не сама футболка, а памятные надписи с пожеланиями от маленьких художников, знакомство с которыми навсегда учит мужеству. Когда я сюда шла, я, наверное, выпила, не знаю, образно сказать, два литра валерьянки. Я думала, что будет все гораздо как-то эмоционально страшнее, но я вижу улыбки на лицах детей и понимаю, что мужество продолжается, что они хотят и рисовать, и танцевать, и прыгать, и бегать. Я желаю всем детям скорейшего выздоровления. Юлия Кадар, Елена Макаренко, Александр Антропов, информационный канал «Город». Дебют в драматическом в эти минуты в Краевом театре драмы подходит к концу первый акт большой премьеры. Молодой питерский режиссер Петр Шерешевский презентует барнаульской публике свою версию бессмертной чеховской пьесы «Три сестры». А накануне наш корреспондент Алексей Янкин побывал на финальном прогоне спектакля и записал первые зрительские отзывы. Именно чеховским «Трем сестрам» выпала честь открывать 91-й творческий сезон. О том, что в драме замахнулись на эту великую пьесу, не знал разве что самый ленивый театрал. Уже летом по всему городу были развешаны афиши. До самого Чехова, его окружение, он сам – это люди, вызывавшие очень мощное сопротивление собственными несовершенствами, собственно, об этом пьеса. И действие «Трех сестер» происходит в малюсеньком городишке, где реализоваться каким-то образом интеллигентному, умному человеку практически невозможно. И вот финальный прогон. На сцене вещи и атмосфера конца 60-х. И это не случайно. Выбор эпохи режиссер объясняет тем, что мы сейчас в эти времена фактически вернулись, только на другом уровне. Реалии меняются, пороки и слабости нет, считает Петр Шерешевский. На финальный прогон «Трех сестер» пришла сплошь искушенная публика. Режиссеры, критики, актеры, будущие артисты, студенты театрального отделения. То и дело из зала сложны подсказки. Игра естественней. Ой, милый мой! Стоите, вон, у меня заплесили стеклянные милые мои! Хорошие мои! Вы самое дорогое, что есть у меня на свете! Ну да, и у самого я его я вас! Я его я вас! Наверное, простых ролей в этом спектакле нет ни у кого из героев. Что не персонаж, то яркий характер. Ольга, Ирина, Машенька, Тузенбах и Соленый. Эти и другие вымышленные герои надолго после просмотра спектакля останутся в умах зрителей. Давайте, милиция! Давайте выпьем с вами коньяку. Почему милиция? Я с вами не ссорился. Премьера длилась чуть больше трех часов. Надо сказать, что равнодушным к ней никто не остался. А вот мнения, мнения, как водится на премьере, были самые разные. Мне понравились декорации, как очень здорово было сделано. И, ну, то есть, оформлено все было. Очень хорошая. И режиссерская работа очень хорошая была сделана. В какое время бы не шло действие, все едино. Люди страдают, умирают. И как бы идет такой скрытый потек, что счастья-то и нету. Счастья нету, но мы живем, мы вроде что-то делаем, и вроде счастье есть. Это история про каждого и про сейчас. Это актуально, это про нас. Мне кажется, что есть какие-то вещи, которые не надо делать, если вот именно так. Лучше не делать никак. И, как говорили мои педагоги, и, наверное, они и правы, что Чехову надо дать лет сто отдохнуть. Потому что это расхожее выражение. Там, так дядю Ваню еще никто не ставил. Но вот теперь так поставили три сестры. Ну, самое обидное, что человек, который не читал Чехова, он будет в глубоком заблуждении. Ну, черт его знает, как на это отреагирует публика. После того, как занавес был спущен, зрители стоя поздравили актеров с премьерой. Составить собственное впечатление о смелой и неоднозначной постановке в драматическом и прикоснуться к прекрасному можно будет уже на этих выходных 6 и 7 октября. Алексей Янкин, Александр Морозов, информационный канал «Город». Конкурс «Зайцев плюс один», который мы проводим совместно с телеканалом ТНТ в Барнауле, подошел к концу. Победителями этой недели правильно ответившими на вопросы стали Екатерина Власова, Александр Рудов, Анна Бакланова, Оксана Дягилева. Совсем скоро мы назовем имена тех, кто получит МП3-плееры и главный приз телевизор. Ждите объявления результатов в ближайший вторник. Моторы ревут 20 лет спустя. Столько лет не проводился у нас кубок края по автокроссу. И вот появилась специальная трасса в километр 200 метров. Около 70 участников из разных регионов и немало зрителей. Им турнир пришелся по душе, судя по возгласам и улюлюканью. Организаторы собрали все самое зрелищное для соревнований классы. Д-2 с приводом на переднюю ось. Д-2Н это уже тоже с приводом на переднюю ось, но более мощные автомобили. Классика и УАЗики. Находиться на пятачках земли, когда вокруг тебя носятся 7-8 автомобилей, немного страшновато. Клубы пыли, оглушительный и сумасшедший азарт. Никто из пилотов не хочет уступать. Тем более, что многие друг другу уже давние соперники. Команде Красноярска есть с чем сравнивать. У них там автокросс очень даже популярное мероприятие. Трасса тут, она более на ровном месте, без пересечений. Ну, а интересно, скоростная трасса, как и скоростная, так же и определенный нужен профессионализм. После первых восьмерок казалось, что зрелищнее уже ничего быть не может. Ну, куда там? Когда на трассу выехали баги, а затем УАЗы. Зрелище незабываемое. Тех, кому не повезло, сцепление порвало. Двигатели не выдержали. В песке закопался, вытаскивали на тросе. Было все. Перевороты автомобилей, вылеты с трассы. Некоторые экстремалы финишировали на трех колесах. Поймал кочку хорошо в пыли. Все. Ну, диск не выдержал, оторвало. Будем исти, остановиться или отсюда. Почему решили доехать? Вы знаете, после отмашки, последний круг, нужно закончить гонку. А бросать на пол дело, это не дело. Были те, кому и не нашлось равных. В общем, для этого и проводят. В классе баги никто не смог соперничать успешно. Посоперничать с Дмитрием Чаткиным из городка Полысаева, Кемеровской области. Победитель всех своих заездов согласился рассказать о пути к этому триумфу и секрете своего болида. Что-то делаем, пилим, режем. Приделываем, припиливаем, привариваем. Вот так вот. Юрий Борлист, Александр Антропов, информационный канал «Город». И о погоде. В субботу в краевой столице пасмурно и дождливо. Столбик термометра ночью не поднимется выше двух градусов, днем не больше восьми. Несмотря на капризы погоды, хорошего вам настроению. Чаще улыбайтесь, ведь сегодня есть повод. Международный день улыбки. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова